О, началось, началось. Видео, Алекс? Вновь на Бока-Горде сегодня. Правда? Как взять канди от ребенка. На мое видео, на мое прохождение. Поэтому всем привет. Продолжаем играть в игру Max Pay на Game Boy Advance. Остановился я на уровне с заводом. Не до конца его прошел, поэтому проходим дальше. Под столеваркой находился старый военный бункер. Так, тут мне разработчики оставили немножко лута. Это обезболивающее и гранатку они мне оставили. О как. Вы не можете этого сделать, мои люди еще здесь. Ты знаешь, почему эта операция называется Слепой? Ладно, начали. Внимание всему персоналу! Запущена операция самоуничтожения. Немедленно покиньте территорию комплекса. Повторяю, запущена операция самоуничтожения. Немедленно проследуйте к ближайшему выходу. Теперь так у нас еще есть. Немедленно проследуйте дэйф. Try on the submarine. Немедленно проследуйте «atory SQL » Немедленно проследуйте гранатку, Цвет теперь каждыйired Продолжение следует... Продолжение следует... Не, хоть бы хрен. О, вот они тут варят эту хрень, зеленую жижу эту вонючую. Такое ощущение, что я могу перепрыгнуть, но я не могу на самом деле. Ммм... Всех ученых поперебили. Да чё ты, какой чё за бред? Такой бред, блин. А, он на возвышенности типа стоял. Ну, понятно, понятно. Как и всё в этом деле, код замка был для меня загадкой. Лаборатория номер один, типа, написано. Чё, серьёзно? Дверь была закрыта, как и многие детали этого дела. Я подозреваю, что мне надо сюда. Установка была запущена, когда он умер. Жалкое существование этой лабораторной крысы завершилось на экране. Мигал пароль 665. Класс. Это до числа зверя не хватало единицы. Сейчас мне надо стать так, короче. Чтобы я мог... Вот, примерно так. Бежить, бежить, бежать. Бежить, бежать. Такое ощущение, что эти ящики можно разбить. Или нет? Почему он не запрыгивает? Чё за бред? Ладно. Странно, что врагов нету. Это чё, типа... Чё за комната? Это, наверное, какая-то отсылка к компьютерной версии игры. Эй, выпусти меня отсюда, я ни в чём не виноват. Расслабься, я освобожу тебя. Спасибо, я уж подумал, что-то так и помру там. Ну, какой-то хрен. Надо всё время держать пальцы на курке, мало ли. Какой гад тут затаился. Ой-ой-ой-ой, вот о чём я. Он правильно подумал. Ему суждено было здесь умереть. Я взял его ключ-карту. Чё? Я ж тут был. Нет? А нет, не был. Или был? Чё-то я понять не могу, куда идти вообще. А, стоп. Вот сюда. Или нет? Блин, я запутался по ходу, короче. А, вспомнил. Кажется, сюда надо идти. Да-да-да-да, по-моему, вот оно. Блин, опять этот уровень с огнём. Ладно. Так, длинный, 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 длинный. Уж как-то можно перепрыгнуть. Пока что самое опасное, вот в этой игре, я понял, это вот этот огонь, который из трупа выстрел. Валит, потому что он... Потому что он просто тебя при... Одним косновениям убивает. Всё, типа. Так. Чё, если я сделаю, короче, вот так? Типа... Ой. Блин, такой бред, конечно. Граната не сработала. Пуля сработала. Отецiny объявляет желаю. Типа... Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует... 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 Уродец. Да нет, дело не в том, что он уродец, а в том, что игра кривая. Дело в том, что они сделали из трёхмерного шутера, да, из шутера от третьего лица, сделали вот это вот. Изометрический шутер, блин, изометрический. Где управление ещё, блин, посредством кнопок. Я ещё хорошо играю с тиком, блин. Если бы это всё было на стрелочках, это вообще капец. Крачун, я считаю. Ладно, окей. Почему здесь нет функции за халат цели? Ну, типа, вот есть кнопки. А, ну, возможно, им не хватило бы... Возможно, им не хватило кнопок. Бы. Не знаю. Мне кажется, это как-то можно было бы реализовать. На одном из мониторов было видно, что осталось от малого круга. Внезапно труп ОД наожил и самодовольно оглядел своих мёртвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось, но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовнёй. Короче. Понятно. Этот чел разыграл эту всю тему. Типа, сейчас Макс убьёт вот эту тётку, и он останется одним главным. Во всей этой теме. А может быть, есть захват движения? Просто я не знаю, на какую кнопку он активируется. Ой, захват движения. Захват цели, типа. Ну, потому что это реально бред. В изометрическом шутере нет захвата цели. Попробую поставил спрейт. Ну, вот этого по столсу можно убить, а вот этого уже никак по входу. А тут, короче, вообще стена. Ой. Так, а тут можно ли пробежать? Нет. Хорошо. Где мы? Ингрэм. Ну, откуда? Что это такое? Искусственный интеллект. Самый прикол в том, что я ещё и потратил жизни. Сколько тут? Одна баночка обезболивающего. Ну, хотя бы одна. То. Хорошо. И то хорошо, блин. Чё, в шкафу ничего нет? Да. Кассета. На столе лежала видеокассета. Николь Хорн заставляла Малый Круг молчать угрозой шантажа. Я вспомнил, как Кэнди Дон снимала своих клиентов на плёнку, которую затем продавала перекупщикам. Я взял кассету, меня не оставляло чувства, что когда всё это закончится, мне пригодится любая ниточка. Да. Уоден оставил для меня подарок. Уоден с военной скурпулёзностью позаботился о том, чтобы снарядить меня всеми необходимыми материалами на плане. Главные помещения штаб-квартиры Айзер Корпорэйшн были объединены красным. Офис президента находился на предпоследнем этаже. Офис президента находился на предпоследнем этаже здания, как раз под пентхаузом, где она жила. Лифты находились под управлением компьютера службы безопасности, подключённого к основному блоку, расположенному в подвалах. Хорошо. Хорошо. Это пейн убить ублюдка. Не надо. Пейн убить ублюдка. Еще? Серьёзно? Да что это за бред? Почему? Я стреляю же в него. Неужели тут настолько нужна такая точность, чтобы стрелять и попадать, блин? Чтобы быть на одном уровне. Что это за бред, блин? Почему не включается авто? Это грёбаная, блин, захват. Вот этот грёбаный захват движения. Меня бесит, если честно. Еще игра подтормаживает, потому что здесь слишком много этих элементов всяких разных. ЦРУ, ФБР, все они на одно лицо. Видел одного, считай, видел всех. Для практики неплохо, но на неё поработать. Вот это по-настоящему здорово. Деньги гребёшь, лопаты, к тому же можешь прикончить любого, кто тебе дорогу прибежит лицензия на убийство, как у Джимса Бонда. Мне по-любому надо их убивать, да? Скорее всего. Пш-ть. 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 А это игра, если честно. Ну, пожалуйста, почему ты не стреляешь, не попадаешь в этих уродов, блин. Я дурачок Либо я дурачок, либо игра такая тоже Короче, просто я подумал, что в окно нужно прыгать Потому что в одном, ну, в предыдущем каком-то одном из уровней Типа нужно было в окно идти Я бы мог просто выйти из этого окна Из этой комнаты и не терять жизнь Не терять жизнь, не терять О, может, хоть сохранение дали Блин, не знаю Блин, не терять жизнь Я взял мою время, круизывая по городу в снегу Я не знаю, я знал, что я должен делать сейчас Я взял мою время, думая о том, что я строю Я взял мою время, думая о том, что я строю Берегусь в поле 3 А никак не терять жизнь Субтитры делал DimaTorzok Последний уровень, потому что в компьютерной версии игры это последний уровень игры, все лифты были заблокированы, мне нужно было обойти систему безопасности, чтобы добраться до основного блока управления. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 и попасть в ее офис. Так, ладно, что там дальше? Мне надо как-то сюда, наверное, пробраться. Вон до того рычага красного. Лифты не работают. А, нет, один заработал, кстати. Я спрятался за колонну, потому что думал, сейчас кто-то отсюда выскочит. Ну, откуда? Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да, классная игра, классная игра. Этот урод может стрелять сверху в меня, а я в него не могу стрелять снизу. Классная игра. Сделали. Зачем? Зачем вы сделали разноуровневые... Эти уровни? Локации? Зачем в этой игре гребаной вы так сделали? Чтобы еще больше, блин, насрать? Насрать, чтобы еще больше игроку... Я сейчас просто выстрою, да и все. Дополнительная жизнь. Понятно. Никогда такого не было, короче. И тут дополнительная жизнь вдруг нарисовалась. Зачем я сюда вообще забегал? Что я должен? Может, тут что-то нажать? И чё? Ну, потратил я жизнь одну. Одну заработал. И в чём смысл? Потратил всю эту... Весь замедление времени. Потратил... Все болеутоляющие. Весь замедляющие. Не, по-любому я чё-то... Чё-то я забыл сделать. Что-то я не нажал, либо что-то я пропустил. Ну, а что тут я мог пропустить? Тут ничего нет. Рычаг, это только если зелёный, но он не активный. Понятно. В этой игре, мало того, что... Сраное управление. Сраная вот это вот всё, как бы, камера, вот это вот всё. Тут ещё и на последнем уровне стало непонятно, куда идти. Ко всему прочему. Короче, на самом деле, вот, в самом начале ещё, как бы, игралась более-менее нормально эта игра. Да, типа, можно было там... Как-то это, типа... Поговнить, что... Ну, как-то вот она была. Нормально. То есть, перестрелки, в принципе, ещё можно как-то играть. А вот когда начались вот эти вот... Штуки с этим... С огнями. Это просто выбешивает. И вот это вот сейчас тема. Куда, блядь, идти? Чё? Куда нажимать? Куда? Продолжение следует... Возможно мне надо было вернуться, ну то есть вот сюда и опять кнопку эту нажать. Нет. Дверь эта закрыта. Ну это лифт, он ведет наверх, вот я приехал на лифте, и вот я оказался в этой комнате, но бегу я наверх, наверху ничего нет кроме обезболивающего, или что, я что-то не понимаю. Мне что, прохождение, что ли, смотреть теперь? Ти... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я и думал, что это просто декорация грёбанная, блин. Если бы я бы не сейчас не просмотрел прохождение, я бы и бегал сто лет вокруг и не знал бы, что делать дальше. Бред. Это просто бред. Это тупой геймдизайн. Тупорылейший просто. Тупорылейший геймдизайн. Так нельзя делать, мать вашу. Нельзя. Нигде не сказано, блять, было. Типа нужно что-то разбить, что-то сломать. В подсказках, там, в мыслях Макс Пейн. Пускай Макс Пейн в мыслях себе там скажет, ну, типа, надо разбить там что-то. Стоп, stop me. Мисс Зайкс до вашего job. Релакс, Макс. Ты хороший человек. Я не убираю хорошие люди. Ты не плохая себе. Это было разнообразно, когда Хорн wanted Пугинелло dead. Куда украли тези к Мафия? Он джавал до смерти. Так же с ней. Она здесь плохая. С ее женой спрашивала в моем области. Я знал обетах геймдизайн-геймдинами. Они попросили для победы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что мне дадут сохраниться или что-нибудь в этом духе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну блин Не дождется твоя жена и твои двое мальчишек блин тебя сработут чучело Это пейн, убейте его, убейте этого ублюдка Ништяк, сразу же Без всяких предупреждений там и прочего говна, сразу же давай стрелять в меня Блядь, уроды Серьезно Они мне даже не дают невозможности просто там прыгнуть или еще типа чего-нибудь типа того-то Ну заходи Ну заходи Я схаваю эти два обезболивающих, у меня выбора нет блин Мне... Помповое ружье Класс Зачем мне оно нужно? Ой, это че серьезно? Блин Блин Сука Да кто стреляет-то, ёлы-палы? Я тебя даже не вижу, блин Как мне тут быть? Как мне сюда поробраться-то че-то я не понимаю? Ёба народ Кхм Я просто даже ничего не успел нажать, не среагировать, ничего, блин Классно делаете, классно делаете Классно делаете Одно дело, когда это в 3D, блин, а когда это в... Ой, я... Ладно У меня еще нету ни аптечек, ничего Классно, блин Да умыть ли ты, блин, пидорас, почему ты не стреляешь? Да стой Тупая рылоигра... Если не заново придется все начинать, вообще просто... Или не знаю что в 137-uo Kum ноября Я ихник Ой, моя Продолжение следует... Продолжение следует... Просто класс! Продолжение следует... 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 Я в ахуе, блять, ну что это такое, ну что это такое, блять? Если в... если в компьютерном акспене то мог сохраняться в любом месте, короче, с квикса и в квиклот, здесь же нет. Что за бред, нахуй. Не знаю, у меня горит от этой игры, от этого уровня последнего, тупорлишие просто. Огни тупорлишие, вот эти вот уровни, упорлишие. Продолжить, нахуй, тварь, я буду тебя проходить, сука. Сделать такое скотское управление, такую скотскую стрягу, блять, на ГБА, блять, игра. Трёхмерный шутер. Самое уёбищное, что они могли придумать, это сделать из неё изометрическую вот такую хуйту. В которую будет невозможно играть, нахуй. Трёхмерный шутер. 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 Блять, гранаты это походу самое бесполезное оружие в этой игре. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Чё это за пред? Почему? Ой, пожалуйста, кто-нибудь, помогите мне. Да я хочу пройти без читов, без сохранений, без всяких вот таких вот, типа, левых. Девушки отдыхают. он просто перекатился короче да как я понял а как я это сделал как я просто перекат сделал хоть наконец-то сохранение дали ёбаный по чешуйка говорится она на борту снимаемся как только ветер утихнет не нравится мне эта антенна я не мог добраться до хорн но ради антенна начала раскачиваться и тросы тросы сдерживающие и были на пределе тросы были слишком прочны для пули мне надо было найти их слабое место одна минута до взлета что-то значит что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, прошел игру На последнем, так сказать, этом Патроне 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 Как выйти-то, ёлопал? Так, ну... Так, новая игра... Охотник... Попробую... Посмотрю, во всяком случае, в чём... Ну, типа, прикол. А, ну, работает, смотри-ка. Ну, кстати, я эту пушку не находил никогда в игре. Она есть, оказывается. Это какой-то супер, этот... Дроповик автоматический, короче. Ну, сейчас. Ну, давай, двигай, ёбаный грудь. Ну, давай, двигай, ёбаный грудь. Нет. Да, возможно, не так. Не, это уже не то. Короче, возможно, возможно. Ого, можно игру поярчести. Управление. Это мне не надо. Короче. Короче, чё я хочу сказать. Чё значит суперкоп? В общем, чё я хочу сказать. Поначалу игра была неплохая. Пока она была, ну, типа, не сложная. Да. Вот если бы она оставалась на таком же уровне сложности, то это была бы, в принципе, вообще суперская игра на Game Boy Advance. Почему я хочу, ну, типа, сделать акцент... Делаю акцент на сложности, да. Кто-то там скажет, мол, типа, чувак, ты просто играть не умеешь. Ты, типа, вообще криворукий. Возможно, возможно. Но разве игры делаются не для этого? Ну, не для таких вот, как я, типа, криворуких? Не знаю. Нет, конечно, игры делаются для разных этих... Для разных игроков и у каждого... Ну, у разных игроков разный уровень скилла, да. Ну, блин, типа... Не знаю, короче, в общем, это сложное такое, как бы... Понятие сложность. Да, такое сложное-сложное понятие. Это... Вот кому-то, кому-то, типа, игра вообще далась на изичах, да. А вот как я, типа, горел, грехтел, пердел, но прошел, в принципе, прошел, да. Я, конечно... Даже, если честно... Задумывался о том, чтобы использовать сохранение не игровое, а при помощи эмулятора. Но это было бы супер нечестно. Как по мне. Ну, я уже задумался над этим. Ну... Не пришлось, так сказать. Не пришлось. По поводу игры, что еще можно сказать? Ну, вот эти уровни, тупорылые уровни с этим... С огнем, это вообще бред. Типа, в такой игре платформ... Ну, вот, типа... Ну, назовем это платформингом, да. Но это не то, что... Не такой платформинг в прямом его понимании, да. Вот, больше платформингом считалось то, что ты, когда вот по этим по крышам прыгаешь... Вот, в конце, да. Тоже бред. Ну, и огонь тоже, блин. Это просто непонятно, где можно стоять. Потому что это изометрия. Это изометрия. Я бы понял, если бы это было... Так, Марио, допустим, да, вот. Ты смотришь вбок, на бок. Ну, вбок, да, как бы камера смотрит вбок. Непонятно. Когда можно прыгнуть? Когда огонь утихает? Когда он не утихает? А тут, типа, вроде он утих, ты пробежал. А вот все равно он тебя задел, потому что ты не в той линии стоял. Ну, это бред. Так не делается в таких играх изометрических. Потом еще, по поводу стрельбы. Почему нет автозахвата цели? Нет автозахвата. Он как-то захватывает, но, типа, вообще непонятно, захватил ты или нет. Вот. По поводу врагов. Они тебя не видят, стреляют и попадают. Ты врага не видишь, ты стреляешь и не попадаешь. Пули летят в молоко. Как так? Как так? Вы тогда сделаете, чтобы, вот, типа, враг на уровне камеры, да, в поле захвата камеры. И вот вы, у вас дуэль. Пока враг за, это, за рамками, за границей камеры, он не может стрелять в тебя, не попадает. Ты тоже, соответственно, подошел ближе, все, началась у вас дуэль. Не знаю, это как-то странно. В некоторых моментах это просто бесит. Короче, это самая слабая версия. Я не играл на iOS, но там, скорее всего, может быть, чуть лучше на iOS Android. Наверное, она еще выходила на мобилке Max Payne 1. Может быть, там чуть лучше, но я не думаю. Короче, я считаю, что Max Payne это чисто компьютерная игра. Чисто компьютерная. Вот она разрабатывалась для клавы мыши, а там должна была и остаться. Если делать Max Payne на Game Boy Advance, то должен быть какой-то шутер, может быть, и сбоку. Ой. Ваше прощение. Может быть, это вообще должно быть вид от первого лица какой-нибудь там, типа, да, вот как, типа, какой-нибудь, типа, тир. Да, вот как это, как раньше, вот, бля, игровые автоматы с тиром. Может быть, как-то так вот это. Но как это вот есть сейчас, это хреново работает. Отлично, я считаю. Может быть, вот считает по-другому. Я считаю, что это хреново работает. Короче. Пять из десяти, вот. Пять из десяти. Моя оценка этой игры. В общем, короче. На сегодня все. Это видео заканчивается. Возможно, не на самой приятной ноте. Не на... Не на мажорной ноте, да, так скажем. На минорной. Ну, потому что, блин, меня игра вывесила в конце особенно. Тихо. Короче. В любом случае. Игра пройдена. Игра пройдена. Проходить игру на высоком уровне сложности я вообще не считаю нужным. На хрен надо нервы только тратить. Это не та игра. Это не та игра, в которую нужно играть на этой приставке, на Game Boy Advance. Нет. То есть, вот это вот портирование, вот это изометрия, это все, это вообще не то. Что нужно этой игре. Короче. Пять из десяти. На сегодня все. Всем спасибо, кто был на стриме. Кто видел это все вживую. Всем спасибо, кто посмотрел на YouTube. Кто наткнулся случайно, не случайно, не важно. Ждем следующий ролик. Ждем следующую игру. Я выберу, какая это будет игра, подумаю. Возможно, это будет какая-нибудь веселая, детская игрушка. На сегодня все. Всем удачи, всем пока. Конец связи.